На этой неделе, в самый темный день зимнего солнцестояния, отмечается самый светлый профессиональный праздник – День энергетика. Он был учрежден в память об одном из наиболее амбициозных и масштабных проектов отечественной истории – государственного плана электрификации всей страны. Не менее важные и серьезные задачи решают сегодня энергетики «Газпромдобыча на дым». Об этом поговорим с гостем нашей интерактивной студии, заместителем начальника отдела главного энергетика Юрием Соколовым. Здравствуйте. Надежное тепловода и электроснабжение играют важную роль в выполнении плана по добыче газа. Какими производственными показателями отмечен для энергетиков 2018 год? 2018 год отмечен вводом в работу как ГП-3, так и объектов энергообеспечения. Это косы, восы, котельные, внутриплощадочные сети, воздушные линии 10 кВ, их было более 50 км введено, кабельные линии электропередачи почти 160 км, трансформаторные подстанции, водовод от ГП-2 до ГП-3 протяженностью почти 15 км. А с пуском третьего газового промысла на Баваненковском месторождении, насколько возросла нагрузка у энергетиков? С пуском ГП-3 и промбазы ГП-3 нагрузка на данный момент возросла на 3 мегаватта, но в дальнейшем планируется, ожидаем, нагрузка около 6-7 мегаватт. Юрий Леонидович, и несколько слов о планах на следующий год. В 2019 году запланирован ввод воздушных линий 10 кВ к кустам газовых скважин, а также работы по повышению надежности электроснабжения объектов месторождений как полуострова Ямал, так и на Дымпур Тазовского региона. А что бы Вы пожелали своим коллегам в День энергетика? Благодаря работникам энергетических служб мы имеем возможность постоянно наслаждаться всеми благами цивилизации. Пусть в нашей работе не будет никаких перебоев, а в повседневной жизни отсутствует неблагоприятное напряжение. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена хорошими событиями и достойными людьми. Я желаю Вам всегда оставаться энергичными и жизнерадостными.